Главные гости каждого военного парада в честь победы в Великой Отечественной войне это свидетели того торжественного дня. Почетный гражданин Самары Максим Аводенко признается, то время никогда не забудет. Он уже готовился и сам уйти на фронт, но война закончилась триумфом советских войск. Конечно, я очень помню, когда она кончилась, ей 15 лет было, а все предыдущие годы мы дети, все думали, как бы быстрее стать старше и прийти в армию и защищать нашу Родину. С Днем Победы уважаемых ветеранов и всех гостей парада поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Великая Отечественная война коснулась буквально каждой семьи. На защиту нашей Родины, на смертный бой с фашистской силой встала вся страна. В каждой семье есть свои герои. И поэтому память об их подвиге будет жить вечно. С праздником, дорогие земляки! Слава народу-победителю! Слава России! С Днем Победы! Открывал аппарат по традиции знаменная группа, которая вынесла государственный флаг России и Знамя Победы. Официальную копию боевого полотнища, который был поднят над Рейхстагом. После чего торжественным маршем по площади Куйбышева прошли парадные расчеты соединений и воинских частей. Второй гвардейской армии. 21-й отдельный гвардейской мотострелковой Омско-Новобукской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени тяжелой бригады. 105-й отдельный орденов Красной Звезды и Кутузова 3-й степени бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Приволжско-Уральского соединения противовоздушной обороны воздушно-космических сил. Главного управления МВД России по Самарской области, Росгвардии и МЧС. Вместе с ними маршировали студенты самарских университетов, кадеты и юнормейцы. Выросло три послевоенных поколения сыновей, внуков и правнуков. Советских солдат-победителей. И вот уже они стоят на страже и находят в себе силы и мужество, отстаивая завоевание дедов и правил. Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Затем вышла колонна современных боевых машин. Пикапы УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корт», два бронетранспортера БТР-80, новейший бронеавтомобиль «Ахмат», созданный на базе серийного КАМАЗа в ходе специальной военной операции, и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». А завершился парад прохождением военной техники времен Великой Отечественной войны, которая была заботливо восстановлена реставраторами. Они и сами за рулем этой техники в военной форме того времени. На протяжении всего парада гостям помогали волонтеры Победы. Они сопровождали ветеранов, помогали зрителям найти свою трибуну, раздавали воду и георгиевские ленточки. Сегодня у нас волонтеры и здесь, и на возложении цветов, и будут помогать на других мероприятиях. Также обязательно они сходят еще к ветеранам, чтобы поздравить их лично с праздником. Также на экранах на площади Куйбышева показали прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина с военного парада на Красной площади в Москве. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.